МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Праздник всех и каждого. Муравленко отметил День города и профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности. Фантазия без границ. В городе прошел парад колясок. И реванш сорвался. Сборная Муравленко уступила ноябрьцам в матче за кубок губернатора по футболу. Полицейские Муравленко подвели итоги праздничных мероприятий. В эти дни стражи порядка были переведены на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка задействованы были 90 полицейских. За 4 праздничных дня зарегистрировано 50 происшествий. Из них 8 фактов нанесения телесных повреждений. Один – причинение тяжкого вреда здоровью. Также были случаи повреждения чужого имущества. В МВД доставили 26 человек. Трое из них подвергнуты административному аресту сроком до 15 суток. «Были выявлены факты нахождения у нас несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Буквально на выходных мы делали зачистку парка, когда закончили все мероприятия, девушку мы нашли лежащую в лесу в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день проверка по данному факту проводится. Мы выясняем, где были приобретены алкогольные напитки, кто продал. И в ходе, если будет установлено, то лица будут привлечены к административной ответственности. В целом, по личному составу замечаний нет. Сегодня на утреннем итогном совещании я объявил благодарность. Будет подготовлен у нас праздничный приказ по факту несения службы. То есть, всех тех, кто был задействован, будут поощрены правами начальника МВД». А теперь, собственно, о самом празднике. Город отметил День города и профессиональный праздник работников нефтегазовой отрасли. В рамках празднования прошел целый ряд мероприятий, в ходе которых награды различного уровня получили десятки людей. В молодежном центре прошло два праздничных мероприятия, на которых заслуженные награды вручили жителям города. Среди них работники «Газпромнефть» Муравленко и представители различных предприятий и организаций города. Поздравления горожанам прозвучали от первых лиц – главы администрации Александра по дороге, главы города, председателя городской думы Алексея Газарова и генерального директора «Газпромнефть» Муравленко Валерия Колотилина. Становятся другими и темпы добычи, и способы добычи. Но неизменным остается то, что является самым главным и ценным и в нефтедобыче, и в городе Муравленко. Это жители города Муравленко. Это те люди, которым живет город, и ради которого он живет. Я поздравляю вас с праздником, с замечательным праздником, днем работников нефтяной и газовой промышленности. Я поздравляю вас с праздником, с хорошим праздником, в который идет рука об руку, с праздником тех, кто добывает нефть, с днем города Муравленко. Я вам хочу пожелать не только в эти три дня, четыре дня прекрасного праздничного настроения, но и на весь оставшийся год встретить, безусловно, следующий. И, как говорится, нескончаемой добычи, перевыполнение бизнес-планов, радостных моментов, связанных с этими минутами, которые даются тяжелым трудом, ботом и усилиями. С праздником вас, друзья! Хочу пожелать вам успехов в труде. Хочу пожелать, чтобы работа доставляла вам как моральное, так и материальное удовлетворение. Счастья вам, вашим близким, семьям. С праздником вас! Торжественная церемония награждений и концерт состоялись и в Доме культуры Украины. Здесь также прозвучало немало теплых слов и поздравлений. Многие из присутствующих получили награды, начиная от почетных грамот Министерства энергетики, компании «Газпромнефть», «Газпромнефть Муравленко» и заканчивая благодарственными адресами от администрации города. Особенно приятно муравленковцам было принимать слова поздравления от почетного гостя праздника, одного из первостроителей города, в прошлом, руководителя НГДУ «Сутарминскнефть» Бориса Кошелева. Труд нефтяника – это очень тяжелый труд. И особенно сейчас, в тот момент, когда начинается падающая добыча, которую надо удерживать, удерживать это не так легко. И поэтому все зависит от вашего умения, сил и вашего разума. Поэтому я вас еще раз поздравляю с праздником, Днем нефтяной и газовой промышленности. Пожелать вам добра, счастья, здоровья всем вам, вашим лицам, детям, внукам. И еще одна церемония награждения прошла в конференц-зале «Газпромнефть Муравленко». Почетные грамоты получили 18 работников предприятия. Присутствующих в зале поздравили заместитель генерального директора «Газпромнефть» Муравленко по организационным вопросам Алексей Газаров, почетный гость праздника Борис Кошелев и председатель профсоюзного комитета Николай Варагин. Это оценка вашего труда, как уже было сказано, наш труд сложно переоценить. Потому что нефтяная образа – это основа и бюджета страны, это основа безопасности страны. И я уверен, что пока такие люди работают, и те на промышленность, как вы, у нас все будет хорошо. Позвольте вас поздравить с наступающим праздником. Днем работы, как и сегодня, как и в промышленности, а также с Днем Горож. Чтобы у вас все было прекрасно, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы вас окружали надежные, уважающие вас люди. Череда праздничных мероприятий продолжилась 7 сентября. И, безусловно, одним из главных событий этого дня стал парад колясок. Несколько десятков муравленковских семей представили на суд жюри свои креативные идеи оформления. Мастерство и полет фантазии жителей города оценил и мой коллега Эрнест Бавшин. Ему слово. В полдень на площади передома культуры Украина собрались участники парада колясок. Чего здесь только не было. Поистине фантазия у муравленковцев не знала границ. Коляски в виде пожарных машин со всеми атрибутами, мигалкой и действующим бронзбойтом. Персонажи русских народных сказок, космические корабли и коляска в виде нефтяной качалки. Перед жюри стояла непростая задача выбрать из всего этого великолепия самую лучшую и оригинальную коляску. После того, как все участники прошли регистрацию и жюри оценило коляски, начался сам парад. Стартовала колонна участников от Дома культуры и двинулась по улице Губкина до парка. Парад закончился на центральной площади парка. Здесь же прошло и официальное открытие праздника, после чего началась церемония награждения победителей. Дорогие жители города Муравленко, ну, наверное, одно из самых ярких, таких незабываемых событий – это парад детских колясок. Замечательная, добрая традиция. И в этом конкурсе у нас приняли участие 45 участников замечательных, красивых. То есть, один восторг. Хотелось бы всех вас поздравить сегодня. И поверьте, жюри было очень сложно сделать выбор, но, тем не менее, этот выбор сделан. Подарки и дипломы участников парада получили авторы всех колясок. Также были отмечены победители в каждой номинации, а их было пять. Это Неболейка, С любовью к городу, Эко-чудо, Стильная семейка и Сказочное чудо. Призовые места распределились следующим образом. На третьем месте – семья Ангеловых, на втором – Ярощук, а абсолютным победителем конкурса колясок признана семья Шипуновых. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. В то время, как участники парада колясок получали заслуженные награды на другой праздничной площадке 12 команд, в числе которых представители городских организаций и предприятий приняли участие в автоквесте. За три часа нужно было ответить на ряд интеллектуальных вопросов, собрать различные предметы и подсказки, разбросанные по всему городу. Как это было в следующем материале выпуска. Автоквест проходит в городе третий раз и всегда собирает множество команд. За определенное время участникам надо объехать практически весь город, отмечаясь на контрольных точках, собрать спрятанные там различные предметы и подсказки. Они должны будут разгадать задания, связанные с историей города, связанные с Виктором Ивановичем Муравленко, связанные с памятными местами города и какими-то памятными датами. И прийти на финиш, постаравшись выполнить максимальное количество заданий. А затем уже независимые судьи оценят маршрутные листы, и мы выявим победителя. Ну, стоит сказать, что это, конечно, очень интересный вот такой досуг, интеллектуальный, который еще связан и с автомобилем. После регистрации участники рассаживаются в свои автомобили и отправляются на маршрут. Это на каком-то доме, смотри, это двухэтажная панелька, это на каком-то доме. Ну, понятно, что на доме, на деревянном. Так, сделайте фото членов команды на фоне автомобиля ГАЗ-24, универсал. Боже. Через три часа поисков участники собираются на финиши. Многие из них выглядят не совсем обычно, другие вытаскивают из багажников различные предметы. Команде «Газпромнефть-Муравленко» в принципе удалось ответить на большую часть заданий, но одну загадку все же разгадать не получилось. Тем не менее, как отметили Татьяна и Екатерина, они получили массу хороших впечатлений и эмоций от автоквеста. Конечно, с удовольствием, очень много эмоций, позитива. Ну, мы вообще второй раз уже участвуем в автоквесте, поэтому уже примерно знаем, что делать нужно. В принципе, все здорово, молодцы все. Мне очень понравился. Единственное, конечно, ветер испортил все впечатление, потому что было очень холодно лазить по разным заброшенным гаражам, камням, переворачивать это все дело. Если бы не погода, то все было бы замечательно. Но на этом конкурс не завершился. Участникам предстояло показать свои творческие способности и озвучить девизы команд. Кроме того, жюри оценивало то, как были украшены автомобили. Вместе едем мы на квест, таматологи the best. Если мы не победим, зубы всем вам удалим. Награждение победителей автоквеста состоялось на следующий день. Первое место досталось команде А, сборной молодежи города. На втором Техностар, это представители Центра технического творчества. И замыкает тройку призеров команда молодогвардейцев, горячие сердца. Эрнес Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Параллельно с автоквестом проходил еще один конкурс «Фотокросс». Здесь также участники должны были разгадывать загадки и представлять их отгадки в виде фотографий. На участие в конкурсе спортивной фотографии заявились шесть команд. Так, за два часа им необходимо было сделать 11 фотоснимков и представить их на суд жюри. В результате первое место заняла команда «Суперкадры» из межшкольного учебного комбината. На втором – «Алые паруса» из детского сада «Золушка» и замыкает тройку финалистов команда управления коммунального заказа. Здесь на красоту, креатив, на понимание увиденного своими глазами, интересного, необычного, достаточно разнообразные темы, которые указаны вот в «Скросс-листе», это нестандартные какие-то ситуации. Еще одно масштабное мероприятие в дни праздников прошло в парке культуры «Отдыха». Это фестиваль-конкурс «Таежная симфония». В конкурсе, который, к слову, в городе прошел впервые, приняли участие десятки предприятий, учреждений и организаций города. Основная задача, которую ставили перед собой организаторы – объединить муравленковцев в едином творческом порыве. Участники представили на суд жюри различные инсталляции, выпечку, народные обряды, одежду, орудия труда коренных и малочисленных народов «Севера» и многое другое. Все это сопровождалось песнями и танцами. Комиссии было нелегко определить лучших, но призовые места распределять все-таки пришлось. В результате первое место досталось коллективу детского сада «Солнышко». Второе – у национального общественного объединения «Умрзая». Третье место между собой разделили детский сад «Сказка», местное отделение «Ямалпотомкам» и интернат коренных и малочисленных народов «Севера». Время – старинное сверло. Вот таким образом. Здесь немножко уже сыромятина жесткая стала. Раньше такими пользовались, сейчас уже магазинными начали пользоваться. От себя. Да-да-да-да-да-да-да-да. Возвратно-поступательное движение. Я умею, да? Ну сейчас-то уже все по-другому. Ну сейчас у нас электричество, электричество, чума. У нас интернет. Апогеем празднец стало выступление звезд российской эстрады. В воскресенье на центральной сцене для муравленковца выступил Денис Майданов. А после он провел пресс-конференцию для журналистов. Свою карьеру исполнитель начинал в качестве автора многих известных композиций, которые он писал, в частности, для Натальи Витлицкой, Александра Маршала, Юлиана, Иосифа Кобзона и других. Позже Майданов записал сольный альбом, который быстро стал популярным. По словам самого певца исполнителя, сейчас он трудится над своей, уже третьей по счету, пластинкой. Буквально год назад, написав песню «Пролетая над нами», которая сейчас за этот год получила всевозможные премии, еще получит. Спасибо слушателям, конечно, за это. Но песня удачная. И она какой-то новый портал некий открыла. И я написал целый альбом за год. Если в предыдущий его альбом входили песни ранее написанные, то вот этот абсолютно свежий плод работы последнего года. Заключительным аккордом торжества стал красочный салют. Отмечу, выступление столичного артиста и праздничный фейерверк жителям города подарила компания «Газпромнефть-Муравленко». Впрочем, к чему слова? Яркое пиротехническое шоу в рубрике «Без комментариев». «Без комментариев» И последнее. В «Муравленко» прошел традиционный кубок губернатора по футболу. Четыре дня сборные «Муравленко», «Ноябрьска», «Нового Уренгоя», «Таркасале» и «Губкинского» выявляли сильнейшего по круговой системе. В итоге победителя турнира определили получшей разнице забитых и пропущенных мячей. Сама игра получилась боевой. Нынешний пятый турнир стал своеобразным моментом истины, поскольку до этого почетный трофей по два раза выигрывали сборные «Муравленко» и «Ноябрьска». Вот и сейчас на призовые места претендовали эти две команды. А компанию им составила не менее сильная дружина из «Нового Уренгоя». О том, какие страсти кипели на поле и кто в итоге стал победителем, смотрите в специальном репортаже Артура Кабаневского сразу после выпуска новостей. А у меня на этом все. Прогноз погоды через несколько секунд, а я с вами прощаюсь. До свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 10 сентября в Салихарде плюс 11, ветер северо-западный до 6 метров в секунду. В Ноябрьске 10 градусов тепла, северо-западный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 10 сентября плюс 10, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова